всем привет привет всем отличной среды отличного настроения сегодня мы с вами сделаем расклад который предложила наталья успешная называется он моё идеальное место проживания вот захотелось мне посмотреть сегодня такой легкий расклад на разных колодок да мы посмотрим с вами где бы вы хотели проживать вот своей голове вот ваше идеальное место проживания где она и не знаю где наверное не знаю как получится вот а какое оно попробую описать и так тайм-коды есть в описании под этим роликом как обычно я говорю и под этим роликом есть ссылка мои услуги нажимаете там вся необходимая информация обо мне и моих контактах вот а мы сразу приступаем ой так интересно я так чисто случайно до положила смотрите цвета совпадает до рубашка здесь голубенькая но здесь вот и разве что только белые цифры до совпадает а здесь вот зеленый цвет ну прикольно прикольно так вышло чисто случайно хотя случайностей не существует ну в моем понимании в моем видении нас есть закономерности так как мы сделаем вот так наверное да и подвинем просто повыше повыше колоды видно только краешки ну ничего страшно прекрасно так место нам хватит и так позиция номер один позиция номер один голубенький камешек его видно с краю я всегда ставлю так единички ну что смотрим ваше идеальное место проживания не там где вы живете хотя по описанию может она совпадать а вот идеальное такое какое вот вы хотели бы о идеальное место проживания да это что такое тройка мечей драма какая-то разворачивается драма ну король железлов интересно как я должна проинтерпретировать эту тройку мечей как должна и в контексте того что это место которое возможно вызывает у вас какие-то такие воспоминания ностальгические какие-то такие драматические вот склоняюсь к тому что это вот больше знаете место где есть романтизм либо место куда приходили влюбленные да как-то по ностальгировать о своей прошлой любви о своем каком-то расставании то есть это место которое вызывает эмоции но это не то чтобы приятные какие-то эмоции а это эмоции которые могут напоминать вот какую-то боль здесь что мне такое достаточно романтичную проходит с другой стороны король жезлов да он вроде бы говорит о как каких-то теплых местах до местах либо теплые либо места где вы уже когда-то проживали и у вас вот есть какие-то воспоминания что вот как-то я склоняюсь либо к прошлому то есть какое-то место которое вы уже знаете либо как у место которое с одной стороны вызывает у вас какие-то теплые воспоминания либо это места вашего детства где вы как-то активничали что ли проявляли себя возможно это место вашей первой любви да такое тоже может быть где вы были влюблены и вот вам разбили именно сердце да то есть такой вот немножко романтичное да но с окраской юности незрелости вот это вот первой влюбленности здесь такой момент еще ваше идеальное место проживания но это то куда вы и стремитесь то есть у вас есть цель у вас есть желание проживать в этом месте вот и вы вы знаете вы точно знаете что это за место смотрите девятка жезлов возможно это то где вы ранее не хотели жить не знаю например когда люди переезжают города по молодости хотят больше социальной какой-то жизни до активности яркости вот а с возрастом наоборот хотят тишину да и вот это вот если бы вам по юности сказали давай будешь жизнь там в селе в тишине либо где-нибудь горах вот в уединении выпуска и да не не и вот мне ближе к цивилизации ближе к удобству вот а сейчас наоборот то есть это то место где вы ранее закрывались от него а почему вы закрывались смотрите здесь может быть по-разному может быть это в этом месте вы как-то вот я не знаю воскресли в контексте того что вот если опять же таки разворачивать ситуацию которую нас здесь было до возможно это место вам напоминает ну что такое болезненное неприятное и поэтому вы закрываетесь от него и не хотите вспоминать то есть место в котором который вы не хотите помнить либо это место как-то связано с вашими предками связано с вашей семьей с родителями с родственниками то есть подальше от них такой вариант тоже может быть но почему-то здесь как вот воспоминания то место которое я не хочу помнить а почему ну она такое болезненно видите пятерка мечей болезненное место болезнь а сейчас почему вы хотите туда ну смотрите король мечей нам с одной стороны помимо светильных процессов указывает расстояние дистанцию да то есть вы возможно хотите дистанцироваться здесь от кого-то либо от чего-то либо выбираете какой-то вот более обособленный образ жизни потому что вы хотите как-то управлять своей жизнью контролировать ну возможно вот именно как будто вы стремитесь в это место чем она особенная чем она особенно вы там чувствуете себя настоящим таким каким вы есть да там вот в этом месте вам проще как-то собрать себя по частицам я склоняюсь тому что это вот возможно место даже ваших предков то есть не что я имею ввиду предков я не подразумеваю там бабушек девушек а это корни вот в контексте национальности да то есть ну допустим если вы армянин да ну либо армян когда потому что женщин много а выросли вот как-то и родились где-нибудь там в россии либо там нельзя в казахстане и через какое-то время да вы вас вот корни вашей маня да и вы говорите что вот я хочу поехать туда да вот именно как мы говорим да на место моей родины то есть то место где вы ощущаете что вас туда манит вот вы там там принадлежите потому что опять-таки в контексте перерождение душ до многие люди независимо от национальности потому что вот к этому не нужно вообще привязываться и к родине не нужно привязываться потому что в одном воплощении вы живете в одном месте в другом воплощении вы живете в другом месте да и каждый раз вас новая родина получается да хотя у всех душа одно место дом и одно место является родовым оттуда откуда мы пришли но вот если мы говорим в контексте территории земной до земли то вот здесь такое ощущение что-то вы чувствуете что-то вас туда манят вы хотите именно в этом месте жить вот она вам как-то откликается еще почему она вам откликается она дает вам какие-то новые возможности реализацию себя как-то проявить себя новые идеи возможно в этом месте вы помимо того что вы можете найти себе человека до для души это может быть друг партнер я не знаю любимый человек вы однозначно чувствуете себя в гармонии вот в этом месте вы чувствуете себя в гармонии еще какое ваше идеальное место пашкубков то место где вас вдохновляет то место где вас на плане наполняет но здесь знаете в контексте вдохновения нету такого знаете озарение под помощи она немножко меньше по размерам то есть здесь вдохновение не то что вот я вдохновился и сел и там написал роман либо еще что-то да потому что у нас ассоциация с вдохновением это на какой-то на какую-то творческую деятельность нет а здесь вот может быть какое-то такое легкое ощущение того что вот мне хорошо бывают такие места где вы ощущаете вот мне хорошо но это хорошо она как-то сопровождается с легкостью какой-то внутренней когда вот вас ничего не грузит вы ни о чем не думаете вам очень приятно но это легкая какая-то такая вот форма это знаете как с ароматами есть аромат который вы любите но будет очень тяжелый да вот он прям насыщенный запахами а есть ароматы которые вот вроде бы ты брызгаешь на себя на наносишь на себя одного вот такое ощущение что ты вообще но не чувствуешь его вот он такой легкий легкий след оставляет после себя вот здесь вот про это вот этот вот шлейфа легкости какой-то вот оставляется что еще это причем знаете это вот место в котором есть как-то вот свежий воздух да опять же таким если бы там была вода в этой местности я вижу как тут возвышенности не могу сказать что это вот прям горы как-то но там вот как будто бы не земля какие-то камни да вот я каменистую какую-то такую поверхность вижу и плюс ко всему там вот если вода то это какая-то гортная речка вот такая вы знаете бывает очень мелкая мелко которые в дальнейшем до соединившись с другими речками будут превратиться во что такое более большое то есть здесь что такое маленькое либо есть какие-то ручейки до ручек ручками называть ручки либо источники какие-то воды но они такие вот ну не небольшие небольшие еще что это за идеальное место проживание место в котором вот вы действительно наполняетесь где вы чувствуете себя более уверенным это место должно вас давать энергию опять же таки когда я говорю ну это это ваше место силы у кого-то это какая-то местность может быть до конкретный какой-то ландшафт а для кого-то место силы это дом то есть неважно где вы находитесь вот ваше место силы там где вы находитесь там где вы живете все может быть край квартира элементарно причем не просто квартира а это может быть какая-то конкретная комната до в которой вот вы ходите вот здесь вот я чувствую себя хорошо а зайдете в вот вам вот все равно хотя живете вот в одном и той же квартире просто сменяете комнаты до помещения одно на другое вот вы уже чувствовал здесь вот это мое сила вместо силы потому что вы наполняет вы много времени там проводите вы наполняете это место своей собственной энергии да и именно в этом месте подпитываете для кого-то может быть балкон до либо лоджии ну то есть не важно вот какие-то такие места где вы чувствуете себя более уверенной и более наполнены вот это вот место вашей силы причем знаете здесь не просто физически вы наполняетесь а здесь как будто бы идет подпитка вашего духа то есть откуда вот это вот уверенность появляется да потому что вы как-то вот вдохновляетесь на какие-то может быть идеи вам приходит не знаю как инсайты какие-то может быть дежаву в этом месте очень часто происходит и вот вы чувствуете вот своим своим утром да что это мое место вот ваш дух он как-то знаете как воспрял мы говорим да воспрял не идет это слово вас воспрял ваш дух вот в этом месте вот ну еще одну карту выложу да ваше идеальное место проживания а там где есть любовь гармония там где вы здесь понимаете не столь важен еще расскажу ландшафт сколько важно ваше внутреннее состояние вот если вы где-то чувствуете что вот в этом месте я могу проявить как-то свое творческое начало либо из этого места я как-то вот черпаю дары то есть для кого-то это может быть еще расскажу дома для кого-то это может быть день на природе до при взаимодействии со стихиями здесь вот это вот наполнение она идет как раз таки таким образом что вот вы чувствуете что вы раскрываетесь изнутри да как вот пробуждается ваши какие-то таланты то есть вы вот именно в этом месте хотите что-то делать причем не физически вот как-то что-то творить почему-то мне кажется так вот за может быть танцевать вам хочется но это танцы они должны быть какие-то плавные очень танцы здесь очень мягкое гибкое движение в воздухе именно слова парень и да то есть вы не просто несетесь по воздуху здесь вот какое-то парень и очень гибкие такие вот движения рук очень медленные не торопясь плавные и здесь как-то дышится дышится по-другому вот где есть свежий воздух вот не знаю как то так вот такое ваше идеальное место проживания то есть здесь ключевое подытожу просто скажу одним словом и что это ваше внутреннее состояние вот в том месте где вы чувствуете себя именно по тузу кубков наполненный и по аркану силы до наполненные и вот вам хорошо и здесь не про радость а здесь вот про успокоение и гармонию и вот прям знаете вот такой вот какой-то вот блаженство идет наполненность вот именно в этом месте исходя из этого состояния вам хочется потом что-то делать вот вы как будто бы становитесь знаете как на какое-то место источника который источник вот как фонтан он проходит через вас через вас фонтанирует и вот вам хочется что-то делать после этого не просто так найти подпиталась энергия хорошо и все ну типа выправились моей энергии до выправились мои тонкие тела и вот я прекрасно себя чувствую и все и могу продолжать сюжет нет здесь настолько вас переполняет что я не знаю но хочется всех обнимать хочется радоваться хочется бегать и вот вы снова чувствуете себя молодым опять же таки вопрос времени да здесь он тоже есть то ли это вот вот как-то с прошлым связано то ли с детством с молодостью вот и энергии такие здесь проходят так это была первая позиция первая позиция так убираем и голубенький камешек нам больше не нужен так позиция номер два щека тоже уберу секундочку так убрана колодом позиция номер два красный камешек а не видно вот ну вот так вот поставлю двоечки до сверху чтобы видно было так двоечки смотрим вас а ваше идеальное место проживания войка пендаклей а мне знаете как то идет железная дорога не спрашивайте почему железная дорога и рельсы 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 не знаю может быть поезда то есть вам нравится как-то жить не знает там поле и какие-то вот поезда железная дорога рядом какое-то такое место очень интересно минут я склоняюсь к тому что это больше некая такая равнина там где люди занимаются сельским хозяйством может быть деревне не знаю но я просто вижу поле вот вот как здесь да вот это вот желтая не знает трава не трава сена не сен я не знаю я в этом не разбираюсь и я далека от деревни но вот вот какое-то такое место и она вот хочется сказать знаете как вот поля поля и стоги сена собраны вот поля поля и стоги сена вот прям такая вот большая открытая территория как фильмов показывали до советского союза вот эти вот русские женщины в деревне как-то вот с платком такие вот большие платья такие либо юбка в пол вот ну такие здоровенькие здоровенькие такие свеженькие и такие с красными щечками разрумянинными потому что весь день работали как-то вот под солнцем какое-то такое место здесь может быть где-то на окраине есть лес но это вот прям очень далеко но я не понимаю почему здесь мне показывают железную дорогу такое ощущение что вот прям какую-то конкретную местность мне показывает и человек очень часто проходят не знаю как это называется когда ну вот как это не как шлагбаум он не перекрывает дорогу а это вот как какой-то такой как и знак да что-то мне вот так вот показывает он ровно стоит значит такой белый достаточно широкий и вверх у него округленный и вот верхней части есть здесь такой красный как фонарик и он как будто бы то ли опускается то ли поднимается то ли он вдоль то ли он поперек я не понимаю но он каким-то образом на него падает свет он иногда загорается красным вот я не знаю для чего но вот в этом месте это вы как будто бы переходите эти рельсы то есть не вдоль а поперек как-то вот переходите дорогу там еще камешки есть и вот какая-то такая дорога не знает это место в котором очень часто люди переходят я не думаю чтобы там вот это какой-то вот отдельный какой-то клочок показали ну там может быть машины проезжает но очень-очень редко хорошо что еще у вас за идеальное место здесь еще знаете здесь вы как будто бы не нашли вы идете какому-то своему идеальному месту то есть ну у вас еще нету четко сформировавшиеся картинки того чтобы это было за место но однозначно вам очень хотелось бы чтобы ночью на небе были звезды такое вы знаете звездное небо у меня такое ощущение что вот именно в этом месте из-за того что там нету высоких домов до высоток а там вот такое ощущение что вот ночью когда ты стоишь на этой равнине смотришь на небо небо на какое-то куполообразное то есть ты не просто небо видишь что вот как вот мы смотрим до какой-то плоская она вот какое-то куполообразное и там нету света но очень мало может быть как-то светом то есть не светится эта местность и поэтому ночью звезды очень такие яркие и вот прямо кажется что вот они прямо над вами такое знаете очень очень завораживающий такой вид и и почему-то это место я я еще и вот как прохладу там знаете это вот как бывает осенью прям когда надеваешь какую-нибудь там ветров куда вот что-то такое то есть еще и не холодно но но уже как тут прохладно потому что мне показывают ночь но это не глубокая ночью тут где-то 12 11 11 12 вечера и и почему-то вот я вижу что двое людей да мужчина женщина как-то ну два силуэта стоят и смотрят на небо и вот как-то вот у девушки руки наверх подняты и она прямо знаете глава руки вот она как за и как вдохновляется что ли вот прям очень-очень такое красивое место еще идеальная ваша место проживания но это то место где вы могли бы им как-то вот развиваться расти и опять же таки да смотрите вот на всех этих картах не знаю как видите вы я вижу открытую местность я не вижу там гор на деревья может быть есть но однозначно нет высоток да это не город это но если город какая-нибудь окраина его да то есть ну вот город как таковой я не вижу открытую просто вижу открытую местность открытые какие-то горизонты то есть такое ощущение что вот хочется дышать полной грудью и поэтому ничего в обзоре перед вами не должно быть такого высокого но с другой стороны если вы живете вот в этом идеальном месте вам очень важно возвращаться городу то есть вот полностью отстраниться от города вы не хотите то есть это может быть вы будете жить но вот каким-то образом за покупками на будете ездить город либо как то ну вот очень часто бывать в городе вам это нужно вы не хотите чувствовать себя как-то отрезанными от социум потому что вам общение очень важно здесь показано и причем живое общение не социальные сети вы знаете вот просто побыть среди людей как-то вот пройтись по городу вот в этой толпе здесь как-то так идти в толпе и одновременно затеряться да ну вот вот эта вот энергия того что я не один что вот я как-то среди людей вам это очень нужно еще какое ваше идеальное место ну вот здесь какое-то место тоже как большие какие-то вот каменные глыбы под ногами большие каменные глыбы под ногами я не знаю что это такое я не вижу здесь воды я не вижу воды какого-то источнику что такое достаточно сухопутное но в большей степени это как-то равнина почему камни не знаю может быть как-то вот дорога и на окраине этой дороги какие-то вот валуны камни ну причем разных размеров понимаете мне идет такое ощущение что вот я иду как-то по дороге вы как началось у меня да вот это вот железная дорога такое точнее что я иду просто по ровной дороге вот слева и справа у меня луга я не знаю почему так может быть вам просто нравится быть в движении быть дорогах вот знаете просто путешествовать может быть то есть ваше идеальное место это вот быть в дорогах да вот как кочевники какие-то только здесь дорога это вот как-то на машине, на колесах. Это не путешествие с самолетом, там, либо каким-то другим способом. Может быть, вам нравится еще и велосипед. Причем такой, знаете, поскольку женщины, да, не какой-то вот такой вот навороченный, там, с широкими шинами, а вот такой достаточно простенький. Может, кто-то хочет купить такой велосипед, и вот у него есть корзинка, да, почему-то впереди я вижу эту корзинку, куда можно вот там положены цветочки какие-то полевые. Вот я вижу девушка, причем в юбке, не так, как сейчас там джинсы, шортах или еще такое, да, вот именно в платье, в юбке что-то такое. Я просто юбку, низ вижу, развивается такое беленькое в маленькие цветочки, да, и вот девушка такая радостная едет на этом велосипеде. То есть вот какое-то такое, может быть, вам хотелось бы, да, чтобы была местность, где можно было бы кататься на велосипеде. Еще ваше идеальное место. Пятерка Жезла, ваше идеальное место, ваше идеальное место, где весной цветут вот такие вот цветочки беленькие, хотя они здесь и розовенькие, я все равно вас вижу, это скорее всего яблоня. Может быть там, где есть какой-нибудь яблоневый сад. Нет, это не вишня, это почему-то яблоня, я яблоки вижу. В сад, вот какой-то сад, там где, либо вы хотели бы, чтобы у вас был сад, и были фруктовые деревья, но больше почему-то яблоко я вижу. Еще вы хотели бы жить в том месте, где есть музыка, причем музыка, она вот почему-то мне идет какие-то, знаете, вот как славянские какие-то национальные инструменты, там есть, например, гусли или вот какие-то вот погремушки, что-то такое, что-то, какой-то звук такой деревянный создает, как, ну вот знаете, как у шаманов бывает, да, там ручка, там что-то такое круглое, и на двух веревочках шарики, вот они вот так вот туда-сюда делают, они вот как-то этот шум создает, либо как раньше стирали на руках, не знаю, как этот инструмент называется, знаете, как на руках стирали, ну то есть было как этот, как губчатый, боже мой, как она называется, как у гармошки, такая вот неровная поверхность, и вот об нее терли вот это вот белье, раньше, да, мыло его терли, как-то, вместо того, чтобы тереть на руках вот через этот прибор, и так стирали раньше, вот есть какой-то такой инструмент, когда, вы знаете, там деревянная палочка, это как так проводят, так глюк, глюк, я не знаю, поэтому, мне кажется, какие-то вот такие инструменты, может быть, вы увлекаетесь чем-то таким, ну, национальным, я не знаю, может быть, в хоре поете, да, может быть, какие-то национальные танцы, вот, ну вот мне просто идет вот это вот одеяние, да, кокошник, там белые, льняные, вот эти вот расшитые, одежда какая-то такая, красный пояс, красные почему-то идут сапожки, ну, в общем, не суть, то есть здесь вот какое-то что-то такое национальное, вот звуки вот это вот, ну, вот вам нравится. А еще мне идет звук очень тонкого колокольчика, знаете, это, скорее всего, какой-то вот маленький колокольчик, колокольчик и вот бабочка почему-то, я не знаю, колокольчик и бабочка, то есть место, я не знаю, как, где можно жить, что это за место, где есть колокольчик и бабочка. Ну, это то место, где вот по утрам, знаете, есть роса, то есть есть вот этот вот свежий воздух утром. Почему утром? Потому что вот мне показывают какие-то, знаете, первые лучи, я не могу понять, то ли я нахвожусь в каком-то помещении, но я просто вижу вот как-то за окном. У меня такая картина, значит, окно открытое, ну, я так понимаю, что тепло, если оно открытое. Причем, знаете, на окнах есть вот маленькие шторки, не на все окно, а как будто бы посередине, да, какие-то шторки, вот белые почему-то, и внизу как-то вот либо вручную что-то вышито, либо связано, какая-то вот оборочка, да, и вот так вот, значит, окно открыто, причем оба, ну, деревянные какие-то окна, да, вот как раньше вот так вот открывались створки, открытые, значит, створки, и идет вот первый такой свет, луч, луч света, причем на пол, когда падает этот луч, прям видно, да, свет на полу, и вот как-то на дереве птичка что ли поет, может, бабочка, ну, как обычно такие ассоциации бывают с весной, но я не хочу привязываться к времени года, я просто, знаете, вот такое, открываешь окно, и вот сад, и запах зелени, не свежести, не цветов, а вот именно, знаете, зелени, вот как зелень после дождя пахнет, вот что-то такое, вот эта вот свежесть, и это прям очень-очень рано, я не знаю, там может быть 5 утра, то есть солнце еще вообще даже не появилось, но лучи уже есть, то есть свет уже появился, вот прям вот такое место, еще какое, ну, вот я вижу все-таки больше как некая деревня такая, причем, смотрите, заметьте, я говорила про сад до того, как выложила, да, королеву жезла, вот здесь вот примерно так же, да, вот видите, вот эти вот белые цветочки цветут, да, вот как яблоневый сад, и вот здесь вот этот вот свет, да вот теперь представьте, вот на этом фоне, если брать королеву жезла, да, вот как-то вот окно открыто, и вот свет, вот что-то такое я вижу, ваше идеальное место проживания, да, ну, это то, там, где есть вот краски, какие-то цветы, да, где вы можете вить венки, вот я говорю здесь как возвращение к истокам, вот именно так, как было на Руси, вот что-то такое, я не знаю, может быть, это какие-то города, там, древние, на Древней Руси, вот Касамы, там, какие древние, ну, не знаю, Новгород, Нижний Новгород, наверное, да, я не знаю, я в городах не разбираюсь, вот, ну, что-то такое, где вот как-то идет здесь Ижевск, не знаю, почему Ижевск, может быть, кто-то из этого города, а еще мне идут какие-то дома голубые, я не могу понять, то ли у них купола голубые, то ли они в голубой цвет покрашены, и у них вот, это деревянные дома, и у них есть белые, вот, крыша, да, как буква Л сделана, и вот, ну, впереди, когда смотришь, да, на дом, вот эта вот буква Л, и вот, то есть дом сам голубой, а вот эти вот, как-то, каемочка как украшенная белая, и она вся какая-то такая резная, то есть, какое-то такое, знаете, сочетание, это не цвет дерева, а вот почему-то покрашенные дома, их очень-очень много, и они такие красивые, это как раньше рисовали, боже, как же они назывались, лепили из глины лошадь и девушка, ну, баба, да, даже не девушка, а вот именно, ну, баба, так как этих куклы делают, да, вот кукла как баба, вот, ну, то есть большая такая, как же эти поделки-то назывались, не помню, они вот прям такие известные-известные, у них роспись определенная такая, почему-то лошадь и вот эта вот баба, вот почему-то идет вот такое, вот с этого места, кжель, кжель, нет, не кжель, вот расписные вот эти вот игрушки, вот оттуда, какое-то такое место, хорошо, есть ли еще какое-то место, да, ваше идеальное? Да, у вас есть то место, к которому вы очень сильно привязаны, здесь есть какое-то место, к которому вы очень сильно привязаны, чем именно вы привязаны? Так, два аркана выпало, да, аркан силы и аркан башни, знаете, это место, в котором есть землетрясение, не знаю почему, не идет такое, да, что там какое-то опасное, вот в контексте того, что там какие-то природные, ну, там есть дикая природа, то есть вы хотели бы жить в каком-то месте, где есть какая-то дикая природа, и там есть вот землетрясение, оно вроде бы какое-то и опасное, место, где есть дикая природа, вот что подразумевать под дикой природой, я не знаю, то есть это скорее всего те места, где люди там не живут, ну, либо очень мало, да, помню, что это общий расклад, и все, что я говорю, это не обязательно, что все у вас должно совпать, какие-то моменты, потому что я чувствую, что здесь абсолютно разные энергии, то есть начиная с тех энергий, да, вот где центральная, например, Россия, да, потом идет вот более, такие древние города, а вот здесь вот какая-то местность, это вообще не про Россию, это вот скорее всего больше, я склоняюсь как-то к Средней Азии, вот где-нибудь там Казахстан, вот где есть степи, где есть пустыни, какая связь степи, пустыни, землетрясения, я не знаю, может быть город ваш построен после землетрясения, либо он во время землетрясения был разрушен, вот что-то такое, то есть это место, знаете, оно с одной стороны вот как степь не идет, просто как кочевники, с одной стороны оно такое, ну, вроде бы тихо, спокойно, да, ничего особенного нет, опять же таки, если это степь, открытое какое-то пространство, это ясное дело, а с другой стороны вот бывают, во-первых, эти перепады температуры, днем жарко, ночью холодно, сильные ветра, вот в этом заключается дикость, да, то есть очень сложно адаптироваться в этом месте, вот, но при этом есть вот какая-то такая манящая природа, дикость ее заключается в том, что вот сложно выживать в этом месте, я не знаю, куда вас потянуло, но вот где-то это Средняя Азия, и это однозначно не город, это не город, я не вижу, чтобы здесь был город такой, нет, 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 это вот прям как кочевники какие-то, да, по степям вот показывают людей, где постоянно как-то вот передвигаются, это, но это не пустыня, нет, потому что я вижу, что есть земля, это не песок, это земля, очень такие сильные ветра, почему я говорю, что это степи где-то там Казахстан, потому что от сильных ветров, да, здесь люди щурятся, и вот это вот, знаете, какая-то особенность людей, с узкими, с раскосыми глазами, вот этими вот узкими маленькими, почему-то что-то постоянно щурятся от ветров, то есть от солнца и от ветра, и вот как-то анатомически уже выставлено такой разрез глаз, вот как-то так мне объясняют, вот, но это место, там, знаете, вот может быть абсолютно все, да, может быть и, но тигры я не думаю, хотя может быть, но в большей степени как-то волки, шакалы, лисы, соколы, орлы, вот такая природа, такое я вижу, а почему вам нравится, потому что именно в этом месте вы ощущаете свою силу, здесь как будто бы, не знаю, люди, которые увлекаются шаманизмом, либо вам просто нравится, то есть вы, может быть, не относитесь к шаманам, но вот именно взаимодействие с стихией воздуха, вот здесь шаманизм, я просто вижу шаманизм, поэтому люди живут именно там, но это не лес, это сто процентов не лес, это вот какая-то степь, либо вы очень хотели бы жить в таком месте, ну да, у нас же вопрос расклада, да, ваше идеальное место, вот жить как-то так, вот как-то поблизости, я вижу какие-то такие маленькие кустарники, желтые, желтые, олени, может быть, это даже не Казахстан, а тундра, тундра где-то, такое тоже может быть, потому что я уже вижу, что люди одеваются как-то вот, зима, холодно, ну, более тепло, что ли, вот олени, лоси, олени, ну, снега нет, ну, вот где-то там, да, ну, то есть такая вот прям, жесткая природа, жесткая, ну, сложно там и укрыться, и спрятаться откуда-то, но при этом вот вас, вот вас туда манят, потому что вы ощущаете там свободу, вот этот вот ветер, вот эти все состояния и проявления стихии, они вызывают вас в свободу, и у вас просто такой очень сильный дух, возможно, вы были, независимо от пола мужчина-женщина, вы были войнами в прошлом воплощении, да, причем такими войнами, вот именно в этих местах, знаете, вот как монголы, вот что-то такое, очень отважное, и у вас осталось в памяти вот это вот желание свободы, поэтому вас тянет, вас туда тянет, как воспоминание ваших прошлых воплощений, вот как-то так, так, это была вторая позиция, вы не представляете, какой это кайф, когда вы меня не видите, и я выкладываю карты, я просто закрываю глаза, и мне начинают показывать все эти места, и какой это кайф, как это здорово, видеть все, хочется сказать, из первых уй, с собственными глазами, это прям все так в деталях показано, но есть какие-то вещи, которые, ну, сложно как-то в деталях описать, потому что, ну, не все словами описывается, да, это вот переживание, состояние, ладно, так, позиция номер 3, зелененький камешек, посерединке где-нибудь поставлю, так, где у нас, вот сюда, видно, чтобы было, видно, троечки, смотрим, ваше идеальное место проживания, мне кто-нибудь город покажет здесь, да, какая-нибудь позиция, или все хотят где-то жить не в городе, что за место, ваше идеальное место проживания, а вам все равно, главное, чтобы вы были в любви, то здесь вам важно даже не, что за место, а с кем вы находитесь, да, то есть двойка кубков, вам важно, либо чтобы вы были в любви в этом месте, ну, то есть любили, были любимы, взаимность была, либо вообще вот это вот состояние, где вы, вам хорошо, вы наслаждаетесь собой, но это не, не про первую позицию, потому что первая позиция тоже там была такая, ну, там такие более высокие энергии, знаете, духовности, блаженства, все такое, а здесь нет, здесь вот просто очень хочется быть, здесь вы акцент делаете не на место, а на человека, да, то есть рай в шалаше с любимым, да, главное, вам такое тоже подходит, да, вы потом этот шалаш, конечно же, можете сдавать и на нем зарабатывать, вот, и параллельно купить себе какой-нибудь домик, да, но первично шалаш это шалаш, потому что здесь энергия такая очень забавная, да, то есть я как будто бы там, не знаю, поеду куда-нибудь отдыхать и жить в кампинге, да, в палатках, либо там дом на колесах, но при первой же возможности с удовольствием побывала бы в гостинице, там, пять звезд, там, спа и все такое, то есть вы такой человек, вам важно удобство, да, то есть как бы вы не говорили о том, что да, вот я хочу, там, мне все равно где, нет, не все равно, да, вот, ну, потом после спа вы опять-таки, знаете, привели себя в порядок, заполнились энергией, маникюр, педикюр, все эти дела и потом опять готова в палатке, но уже красивая, да, причесанная и все такое, вот, ну, забавно, забавно, а ваше еще идеальное место проживания, вот я говорю, да, Аркан Шута показывает, вам не место важно, вам важно вообще движение, Шут нам говорит про, про передвижение, не важно цель, не важен результат, важно само движение, то есть ваше идеальное место, это когда вы можете к нему не привязываться, знаете, как цыгане, причем вы же не просто кочевники, как возможно была во второй позиции, в конце, где я сказала, вот, как это, ну, татаро-монгольская ига, да, как они там переезжали, кочевники становятся на другое, вот вы, если бы были кочевниками, вы бы были цыганами, почему, потому что, здесь, во-первых, знаете, цыгане, да, вроде бы и говорят, что они ведут такой кочевный образ жизни, но они не намного беднее, чем евреи, на самом деле, да, потому что столько золота, сколько есть у цыган, наверное, есть только у евреев, ну, вот если брать как нации, причем здесь, знаете, вот это вот веселье, шум, куда-то пошли, там, собрались, пришел один, там, всех остальных позвал, то есть много народу, праздника, веселья, танцы, вот такой, знаете, кипиш, проще говоря, вы за любой кипиш, там, где есть движение, кипиш, это вот вообще ваше, какое еще место проживания, вот там, где есть движение, кстати, я не случайно сказала, про дом на колесах, возможно, у кого-то есть такое даже желание, либо какая-то такая мечта, знаете, вот обустроить очень классно, но это дом на колесах, он не будет такой, знаете, купил себе какой-нибудь там джип, да, и ездишь, мнение, ни в коем случае, здесь должны быть все удобства, там, туалет, вот прям, кухня, холодильник, вот все-все-все, кровать желательно, двухспальня, да, вот прям, вот все, чтобы было по первому классу, но что-то меньшее вы не будете согласны, вот в таком доме, да, там, где есть комфорт, удобство, интернет, вот вы, вы бы ездили, да, то есть, ваше идеальное место проживания, это вообще дорога, дорога, не важно куда, не важно как, но важно с кем, вот это вот прям очень важный фактор, и вот почему-то я вижу, вот знаете, вот эти вот какие-то шумы, только какие-то дудки, вы знаете, бывает у детей маленькие дудки, вот они все время дуют, дуют, как-то писк такой, у-у, я не знаю, вот что-то такое шумит, может быть вы с детьми как-то куда-то едете, не знаю, но вот какой-то такой шум от дудок, дудки, дует кто-то в эти дудки, а еще какое идеальное ваше место проживания, по спиндаклей, какое ваше идеальное проживание, сейчас секундочку, сейчас она стоит, то что-то на этой карте как-то вот застопорилась я, а ваше идеальное место может быть, знаете, где-нибудь Италия, Италия, вот средиземноморья, но это не Турция однозначно, это вот может быть Италия, Испания, в общем там, где есть виноградники, но скорее всего это Италия, почему именно Италия, может быть даже и Франция, но вот почему-то там здесь виноградники, виноделья, вот мне показывают виноградники, виноделья, люди занимаются этим, вообще идеальное это вот, вот эта вот эмоциональность средиземноморских народов, когда они очень сильно жестикулируют, очень активный, вот этот темперамент, он вам приятен, поэтому там, где есть вот этот вот темперамент, вам кажется, что вот там есть жизнь, да, я поняла, вы же в третьей позиции всегда у меня жезловые персонажи, я думаю, почему у вас все время движение идет, вот вам важно движение, и вот даже это качество движения, оно и выражается как раз вот в темпераменте, как люди разговаривают, вот эта вот манера их разговора, да, вот эта вот улыбка, что-то говорить, прям такие вот вспыльчивые, вот вам нравятся такие места, где люди вот так прям говорят, прям очень выразительно, может быть еще, знаете, речь такая вот певучая, певучая, ну кому-то, прям очень маленькому проценту, может быть 5, может быть 3 процента, нравится прибалты, там, я не знаю, Эстония, Латвия, вот какие-то такие места, но это вот по певучести, речи, голоса, еще какие места вам, для вас идеальные, семерка кубков, почему-то мне идет там, где есть театр, там, где есть театр, чего вдруг, чего вдруг, почему вам, а вы знаете, здесь как-то так интересно, вот вы возможно ходите в какие-то места, там, я не знаю, как театр, как опера, и там, на балет куда-нибудь, и такое чувство, что вот в этой атмосфере вы как будто бы вообще не наблюдаете за спектаклем, либо там за тем, что происходит на сцене, а вообще сама вот эта вот атмосфера, она вас как будто бы расслабляет, и вы в этот момент как-то что-то начинаете фантазировать, воображать, представлять, то есть вам нравится сама атмосфера этого помещения, то есть вам не важно, да, там это будет опера, либо это будет оперета, либо это будет какой-то спектакль, вот главное вот это, вы знаете, вот как-то вдохновиться этой энергией, да, как-то, вот вы за этим всем наблюдаете, вам нравится, у вас есть какие-то там фантазии пошли, то есть даже может быть, знаете, для кого это важно, как-то на работу, ну вот если кто работает, и надо вдохновиться, то вот именно в этих местах к вам приходит какое-то вдохновение так мне показывает но для вас важно опять же таки да то что я говорю прям италия там сицилия милан вот почему-то там где есть показы мод тоже опять-таки для девушек вот в идеале да как-то вот посещать вот эти вот места но не для того чтобы как-то что-то себе приобрести и там одеться до говорится по высшей моде а вот вообще сама сама вот эта вот атмосфера искусства она присутствует у меня такое ощущение что вот вы где-то в прошлых жизнях возможно кто-то жил в эпоху возрождения потому что вот вот все что мне здесь показывает это то что было в эпоху возрождения вот это вот все искусство до вот акцент был сделан на этом вот вам это очень нравится может быть вы увлекаетесь этим живопись вот именно вот этой вот эпохи так еще ваше идеальное место проживания опять же таки смотрите по императрице не показывает мне здесь какого-то конкретного места проживания сколько вообще сам процесс когда вот вам нравится что-то зачем-то наблюдать что-то исследовать смотреть когда вы включены возможно это место в котором было бы очень комфортно работать то есть это должно быть такое большое помещение хорошо освещаемые здесь должно быть очень много света в этом помещении причем должны быть белые стены да вот какой-то минимализм в обстановке и вот главное солнечного света чтобы было очень много и свежего воздуха чтобы вы могли вот как-то работать на причем вот настолько включены в работу сам процесс что казалось бы какая тебе разница какого цвет цвета покрашены стены но вот вам это важно вам это важно обстановка вот чтобы не было ничего каких-то лишних предметов вот и не было темных тонов вот были очень светлые такие может быть пастельные тона либо белые либо вот какие-то пастельные вот но не яркие не едкие и не темные это вот прям однозначно то есть важно рабочее место ваше рабочее место а еще в каком ваше идеальное место проживание это что у нас там четверка мечей да такое ощущение что вот где-то америка канада да почему то вот океан да но это не не индийский мы какие-то холодные вот океан и там где есть океан и холодный океан но это не австралия нет это не не острова это вот почему-то мне идет канада меньшей степени америка вот большей степени вот как-то вот канада то есть для кого-то важно прям чтобы было прямо либо очень напоминает как-то сибирь вот где много-много лесов прям либо прям леса и снег леса и снег то есть это какие-то поэтому я сказала и канада да что в принципе очень похоже снег леса прям очень холодно холодно вот там идет такое вот ощущение что на шубу зимой одеваешь ну и океан вот важно прямо потому что я чувствую что человек как-то стоит на побережье океана очень сильный ветер холодно прям так аж ну да 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 костей но вот вам как будто бы это нравится а еще здесь вот кто выбрал вот это да карта кому созвучно здесь вам очень нравится киты вот признать и не касатки не акулы и дельфины а вот именно киты поэтому я и говорю север то есть здесь человек как-то на это ли вы хотите поплавать с китами всем большие огромные эти киты и вода ледяная но вот почему-то вы как-то не знаю либо хотите встретиться с ними вот вам вот эти вот песни но звук китов очень нравится вот что-то такое здесь идет прям совсем меня выбросило куда-то там на север на север холод север хорошо ваше идеальное еще проживание ну кому-то прям вот вообще маленький процент один процент да хорошо было бы где-нибудь там не знаю на космическом корабле то есть но здесь какие-то такие мечты чисто фантастические вот а еще вот вы кто выбрал вот эту оппозицию здесь как будто бы вы хотите посмотреть на северное сияние прям вот вблизи прям вблизи посмотреть северное сияние каково оно ну и плюс ко всему какой-нибудь контакт с инопланетянами вот вам прям это одна из тайных мечта для вас ну и давайте вот еще еще один аркан ваше идеальное место проживания аркан силы на причем вы заметили у меня в каждой позиции выпадает аркан силы в каждой позиции примерно я говорю нет я говорю разные вещи не говорю одни и те же ваше место желание а здесь именно эти поэтому арканом не идут опять же таки не во времени не наше время а почему-то вот прошлое прошлое второй раз я уже говорю здесь да что люди хотели бы как-то прошлом здесь у нас значит эпоха возрождения а здесь у нас идет что-то связанное с англией что ли вот с англосаксоны вот что-то такое опять же такие северные страны да северные народы и здесь как-то такое либо знаете в эпоху вот где были поединки да на вот такие вот на конях да где надо было как-то победить противника вот в эпоху артура на и вот как этот фильмах там мак от мерлин вот и вот вот в эту какую-то такую эпоху ну причем знаете так странно что вот эту вот эпоху которую вы выбираете там где люди живут в замках все такое вот мне идет знаете вот в эту эпоху столько вони и я извиняюсь конечно же у каждого свои причуды вот здесь вот такое ощущение что вот прям такая вонь да то есть ну вот как будто бы люди не моется что ли ну у них нет этой культуры на это вам не византия это прям не знаю ну то есть там шкуры какие-то да люди на себе носят вот чтобы как-то согреться люди живут в замках вот почему-то вот это вот время ну то есть вам в этом времени нравится в доблесть да когда люди ответственны за свои слова опять же таки не за всех мы я так предполагаю что рассматриваем высшее какое-то сословие вот хотя почему-то мне идет знаете вот это вот место не знаю что это за век может быть тринадцатый может быть двенадцатый не могу понять не знаю вот мне показывает вот это вот англия ну вот какой-то такой не знаю разврат и какие-то люди ну опять же таки это вот нише прям самое такое сословие до бедные прям бьют очень много и разврат и вот вот это вот недалекие люди да как дикари невоспитанные вот но вам нравится не это вам нравится доблесть честь и опять же таки точно сто процентов в этом времени вы тоже были мужчины потому что вот у меня идет да вот это вот как воин да там честь девушки надо отстоять там что-то нужно сделать вот что-то такое идет не случайно я очень часто говорю по троечкам что у вас обостренное чувство справедливости и вот здесь вот этот вот аркан силы да то есть кого-то защитить причем даже вот может быть прошлых воплощений когда вы были воином вы не были простым воином какому-нибудь главнокомандующим да почему потому что вот вы очень сильно отличались своим воспитанием и своим своей образованностью да то есть невзирая на то какой век я сейчас описала вот но вы были очень образованным человеком начитанным эрудированным но при этом с обостренной вот этого чувства справедливости долга именно по этой причине я сказала что вот вы хотели бы жить в эти в этот период потому что там вот как будто в этот период вы можете проявить свою физическую силу нет как-то так идет так это было у нас третья позиция напишите мне будет очень интересно в этот раз почитать ваши комментарии где почему вы выбрали то есть пишите пожалуйста не только что там саппала не а вот почему именно вы выбрали это место идеальное для себя почему его его считаете идеальным вот что в нем есть идеальное почему потому что если это что-то идеальное для нас там есть какие-то наши качества до которые потребности которые покрываются если вы будете понимать вы будете понимать что вам важно в жизни какие качества уже не просто так вас тянет в то или иное место вот и вопроса было ваше идеальная и если вы будете понимать эти качества вы сможете их сами себе покрывает то есть не обязательно ждать создавать вот это вот идеальное место тем более если нет такой возможности переехать в него да и жить там но как-то вот создавать для себя проживать вот это качество да и покрывать эту потребность было бы здорово я так я я так вижу мне так кажется так вот такой у меня был расклад для вас прощаюсь со всеми благодарю наталью за идею мы встретимся с вами в пятницу на новом раскладе всем пока пока